Конец 90-го года Конец 90-х годов, конкретно не скажу, но конец 90-х годов началось вот это все, закрытие шахты, оптимизация вот этого, ну все-все-все вот это, ну это везде по Воркуте началось, мне кажется и по России. Очень изменился. Тогда, когда еще я родилась, я была маленькая, это поселок был такой живой, здесь пустых квартир не было, не хватало садиков, школа была переполнена и даже не один садик был. Вот, то есть было весело, и детей много, и взрослых, и шахта работала у нас, Юньега. То есть поселок жил своей жизнью, у нас было очень много магазинов, то есть мы даже и в город не ездили порой, то есть все было на месте. В связи с закрытием шахт, понятно, город шахтерский, и после закрытия шахт, соответственно, люди уезжали вместе с семьями. Сегодня действительно население почти в три раза уменьшилось. Наша задача в ближайшее время, это, конечно, уплотнение. С 2014 года, ну, все, вот его с 2014 года пытаются потихонечку закрыть, но как-то не получается, что людей надо переселить, потому что живут, вот в моем доме живет вообще там три семьи, я один в подъезде живу, 80 квартир в доме, вот так же, это на всем поселке так, что сказать, поселок умирает, умер, можно сказать. Сейчас мы должны всех попереселять, ну, и не знаю, что будет дальше. Скорее всего, там карьер, разрез угольный. Скорее всего, будут сюда идти, на этот поселок добывать уголь. У нас здесь угля, насколько я знаю, там еще лет на 50, вот читала статью, да, то есть уголь нужен, вообще он нужен. Почему шахты не строят, почему их не развивают? Уголь, он будет нужен, причем очень нужен, еще долгое-долгое время, и его в наших недрах, так сказать, очень много, огромное количество, так что я думаю, добываться он будет тем или иным способом еще очень долго. Будут это новые шахты, или эти модернизироваться, ну, я смотрю с оптимизмом в будущее, потому что, ну, энергоносители, уголь, это, это, это жизнь, это, это будет нужно всегда, мне кажется. Поэтому, неважно, как сложится, я позитивно смеюсь. Спасибо.